Вечерняя пробежка – прекрасный способ расстаться с напряжением и негативными эмоциями, которые успели накопиться в вашем теле в течение рабочего дня. Если, конечно, вы правильно составили маршрут, выбрали подходящее время и удобную одежду. В противном случае пробежка не принесет вам никакого удовольствия. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Да и не забудьте о правильном дыхании. Во время бега задействуются не только мышцы ног, но и легкие, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, ведь организму требуется больше кислорода. Энтон Пепеп. Когда бегать? Все зависит от вашего биологического ритма. Тем не менее, не забывайте, что после вечерней пробежки вам потребуется время, чтобы подготовиться ко сну. Поэтому лучше всего бегать с 18 до 22 часов, пока тело еще наполнено энергией. Не рекомендуется бегать на голодный желудок. Поужинайте, немного отдохните, 40-60 минут. Ужин, разумеется, должен быть легким. Салат, стакан кефира, нежирный бульон или немного фруктов. Где бегать? Самый подходящий вариант – парк или лесная опушка рядом с домом. Подойдет и спортивный стадион с беговыми дорожками, укомплектованными специальным покрытием. Бегать вдоль автострад и мостовых с активным движением транспорта категорически не рекомендуется, но дышитесь выхлопными газами. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. В крайнем случае, если другого выбора нет, можно бегать вокруг собственного дома или района. Только составьте маршрут правильно, максимально сократив его пересечение с оживленными городскими улицами. В зимнее время года, если температура упала ниже, 10 Н-решетка 186. Си – пробежки лучше перенести в спортивный зал ближайшего фитнес-клуба. Хорошо также приобрести собственную беговую дорожку и заниматься дома. Впрочем, если вы уверены в своих силах, не страдаете от опасных хронических заболеваний и проконсультировались с врачом, можете продолжать бегать на улице, такие упражнения только помогут. Вам укрепить свой организм. Сколько бегать? Длительность вечерней пробежки зависит от вашей загруженности в течение дня и тренированности тела. Если вы раньше практически не занимались физической культурой, первую неделю можно попробовать бегать по 10-15 минут, чтобы постепенно привыкнуть и войти в ритм. Потом, когда вы почувствуете, что способны бежать дольше, увеличьте время пробежки на 5 минут. Повторяйте это до тех пор, пока длительность ваших занятий не достигнет 30-45 минут. Бегать рекомендуется 2-4 раза в неделю. При желании можете заниматься ежедневно, но не переусердствуйте. Не нужно изматывать свой организм без нужды. Техника бега перед пробежкой. Сделайте небольшую разминку. Наклоны, махи ногами, приседания. Любые упражнения, которые вам по душе. Это поможет немного подготовить тело к нагрузке. После разминки можно начинать движение. Все время пробежки делятся на три равные части. Первый этап – медленный темп. Второй этап – бег с ускорением. Третий этап – замедление темпа с постепенным переходом на шаг. Во время пробежки старайтесь следить за дыханием. Вдыхайте воздух носом, выдыхайте ртом. Не размахивайте руками, держите спину ровно, слегка наклонив корпус вперед и согнув ноги в коленях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.